Элизиум. В древнегреческой мифологии часть загробного мира, где обитают души блаженных. В Даркнете. Площадка, где педофилы анонимно распространяли и скачивали детскую порнографию, даже с участием младенцев. Теперь четыре обвиняемых в создании Элизиума на скамье подсудимых. В Германии начался громкий процесс. Он первый в стране против преступной группы, организовавшей порнографическую платформу в Даркнете. Все четверо немцы из Гессена, Баден-Вюртенберга и Баварии. В обычной жизни эти мужчины от 40 до 62 лет работали в автомастерской, на стройке, торговали текстильным оборудованием, занимались графикой на баварской ферме. Возможно, кто-то был вашим соседом. При этом они организовали детскую порнографическую платформу. Переписку в чатах анонимно ввели более 100 тысяч человек на немецком, английском, французском, испанском и итальянском языках. Элизиум работал полгода и был закрыт год назад Федеральным управлением уголовной полиции и генеральным прокурором Франкфурта. Были задержаны 16 человек, но позже 12 отпустили из-за недостаточности улик. В итоге на скамье подсадимых осталось четверо. Пока что это первый подобный случай в Германии, когда удалось идентифицировать, локализовать и в итоге отключить сервер с детской порнографией. Расследование, которое в конечном итоге привело к отключению платформы, было очень сложным. И это была платформа, на которой люди со всего мира обменивались детской порнографией. В итоге удалось идентифицировать самих создателей этой сети. Мы изучили фотографии и видео, с помощью которых и удалось найти тех, кто снимал эту детскую порнографию. Он признался. Он признался. Он был программистом сети с детской порнографией. Он знал о своих задачах, он обладает очень высоким интеллектом. После Эйнштейна может быть у него первое или второе место. Но социально он очень, очень замкнутый человек. Он в разводе, живет один, не общается со своими детьми.